Добрый день! Я Ветрова Татьяна Николаевна, учитель ДОП образования школы 14-20, веду кружок лепки по пьемаше. И сегодня мы с вами сделаем из картона и втулок коробочку для драгоценностей. У меня есть такая вот втулка длинная, она нам пригодится, и вот такая маленькая короткая. Для нее мы сделаем донышко, чтобы наши драгоценности не падали вниз. А из этой длины сделаем вокруг нее еще коробочки. Так, отмечаем карандашиком донышко какое у нас будет. Берем ножницы, очень аккуратно отрезаем донышко, потому что оно у нас не должно провалиться и не должно торчать. Нам будет сложнее подрезать, когда мы уже приклеим, поэтому лучше сейчас аккуратно отрезать. И подровнять тоже можно. Клей у нас ПВА совершенно обычный, каким обычно клеят бумагу и картон. Мы его намазываем на торец этой маленькой втулочки. Он у нас немножко впитывается, и это хорошо, а немножко остается, и это хорошо, потому что это впитается в нашу донышко. Вот так ставим, смотрим, ровняем. Что торчит, потом придется отрезать ножом. Но мы уже не будем пачкать ножницы. Вот так она у нас сохнет. Пока она у нас сохнет, мы думаем, мы, наверное, вот так сделаем. Вот тут у нас на втулке какие-то штуки, поэтому этими штуками вовнутрь мы прилепим. Такая она у нас слишком будет длинная, поэтому мы ее поделим на несколько частей. Наверное. И вот такую же, как эту. Две у нас будут длинные, две короткие. Получится у нас вокруг четыре маленьких коробочки, а посередине одна большая. Отрезаем ножиком, поскольку это у нас картонка, какая особо пила нам не нужна, нам понадобится обычный ножик. Можно взять даже кухонный. Так, какую мы отметили сторону? Да. Нету. И две маленьких. Две разнообразия. Так. Можно больше маленьких, но мне почему-то хочется четыре вокруг, чтобы было как таким крестиком, как клевер. Так, чтобы у нас в эти втулочки маленькие не провалилось ничего, мы тоже делаем им донышки. Карандашиком отмечаем. Вообще-то они одинаковые. Можно было, да, одним отметить. Так, не влезло, только две влезло. Значит, потом возьмем другую. Пытаемся сделать это аккуратно, чтобы потом в конце не обрезать лишнее ножом. А то так можно вырезать совсем лишнее. Ножом же сложнее чуть-чуть отрезать. Там же можно чуть-чуть сильнее нажать, и он сильно много отрежет. Поэтому лучше попробовать сначала ножницами. Так. Вот. Две. Еще две. Все нужны донышки, чтобы ничего, если мы вдруг поднимем нашу коробочку, не свалилось. А то никакого смысла в коробочке не будет. Так. Коробочки же нужны, чтобы порядок был. На столе там. Еще где, где нужны коробочки. Коробочку нашу, кстати, мы красить не будем. Потому что у нас коричневый, очень красивый, модный, крафтовый такой цвет. Мы ее украсим лентами. И есть у меня две такие штучки. Может, они нам пригодятся. Так. Клеим донышко на каждую. Нашу в тучку. Можно, конечно, и сам кружочек проклеивать. Но в него впитывается меньше, чем в торец. Тоже нашим. Поэтому сначала мы напитываем торец. Втулочки. Теперь сами маленькие втулочки. Приклеиваем этими нашими небольшими дырками вовнутрь, чтобы никто не знал, что у нас есть эти самые дырки. Нужно так посмотреть. Нужно вот так. Красиво? Да. Давайте так и приклеим. Намазываем. Да, клей можно намазать побольше. Так. Теперь две большие. А, в этой нет дырочки. И хорошо. Две маленькие. Побольше. Коротко получилось. Сюда еще. Немножко их придавливаем. Лишнее убираем. На самом деле нам не страшно, что у нас тут есть что-то еще лишнее. Потому что у нас тут будет еще и ленточка. Есть у меня от старой резинки вот такая розочка. Убираем эту старую резинку. И тоже на клей сажаем. Вот так. Куда сажаем? Сажаем вот сюда, посередине. Она у нас будет главным украшением нашей коробочки. Так. Теперь берем ленту. Ленту мы можем посмотреть, как нам красиво будет. Можем вот так как-нибудь ее на эти штучки. Тут оставить. Можем все закрыть лентой. Но мне вот хочется, чтобы вот это осталось. А ленту все-таки хочется использовать. Поэтому мы приклеим ее на боковую штучку. Всю, везде, где будет лента приклеена, она будет везде. По этой штучке вот боковой приклеена. Везде намазываем. Вот там есть некие такие рисинки. Рисинки убираем, потому что у нас лента ровно должна приклеиться. Это у нас клеящий не схватился. Мы сначала смотрим, сколько нам нужно ленты. Естественно, краешек у нас должен быть не уголком. Немножечко берем ленту с запасом. И этим запасом чуть-чуть вовнутрь. Так, многовато. Чуть-чуть можно ее прижать. О, у нас тут клей был малый. Добавим. Так, плотненько ее пристыковали. И обратно поставили. Знаете что? Есть у меня подозрение, что клей нужно было еще положить на эти вот торцы, чтобы они с боков друг друга держали, как ручками. За этот клей. И тогда получше держится. Так, этот у нас уже украшен вот такой лентой. Можем повторить эту ленту. На втором. Чтобы у нас зеркально было. Чуть-чуть побольше берем. Здесь проклинчиваем. Вот когда клея мало, все отваливается. Поэтому надо положить чуть-чуть побольше. Немножечко складываем, чтобы у нас получилось. То есть не видно было рваных краев. Много отрезала. Шикарные ножницы. И туда вовнутрь прям в эту дырочку. Так, вот у нас как она выглядит с фасада. Теперь мы можем взять, допустим, вот такую ленточку. И ее тоже приклеить по всей длине. Допустим, снизу я только что придумала. Чтобы у нас закрылся вот этот портик. Который нам неинтересно смотреть. И чтобы никто не догадался, что у нас не крутая деревянная баночка. А есть картофель. Иногда можно приподнять, посмотреть, чтобы все со всех сторон красиво выглядело. Все прикрылось. Потом следующую какую-то сторону тоже намазать. Вот эту ленту, наверное, лучше по всей длине. Потому что она у нас будет композиционно связывать все трубочки. Клей я как бы не экономлю. Ну, мне как бы есть еще клей. Если у вас клея мало, то можно и поменьше класть. Но все равно приклеится. Сейчас она у нас немножечко в ходунук ходит. Но это потому, что она еще не схватилась, вот эта клеевая штучка. Отрезаем лишнее, когда заворачиваем чуть-чуть вовнутрь. Чтобы у нас не торчал краешек и не распускалась дальше. побольше. Если на дырочку придется вообще хорошо, туда в дырочку можно спрятать большой довольно кусочек. так у нас это выглядит с фасадом. Теперь мы можем взять еще какую-нибудь ленту. Можем и не брать больше никакую ленту. Тут у нас высохнет. Будет довольно красивая коробочка, куда можно положить украшения. Так можно повесить что-нибудь. Вот так можно что-нибудь поставить. И оно будет красиво смотреться на столике. Вот такая штучка. Всем спасибо. Ничего не ешьте во время лепки и покраски. Мойте руки. До свидания. До свидания.